Четырехлетней карагандинке срочно нужна помощь. Из-за несчастного случая маленькая Асия Султанова получила ожог 70% тела. Два с половиной месяца в реанимации, 32 операции, более 70 переливаний крови. Только чудом девочка осталась жива. Но сейчас ребенку необходимо дорогостоящее лечение. Сейчас маленькая Асия Султанова улыбается и застенчиво смотрит на свою маму. Несколько месяцев назад с этой девочкой произошел несчастный случай. Детское баловство стало причиной инвалидности ребенка. Мать маленькой Асии со слезами на глазах вспоминает тот роковой день. 3 октября прошлого года ее сын-дошкольник нашел на улице зажигалку и тайком принес ее домой. Когда она вышла в магазин, ребенок достал опасную игрушку и показал сестренке. А потом все как в тумане, говорит мама девочки Дельфузака Нагатовна. Тут слышат крики такие сильные о помощи. Сначала не обратил внимания, потому что они просто играют. Потом забежал домой, она была вся охвачена пламенем. Там какие-то несколько минут, недолгое время это было. Загорелось в платье у нее. После чего вызвали скорую, я сразу с магазина прибежала и отвезли ее в реанимацию. В реанимационном отделении детской клинической больницы девочка боролась за жизнь 74 дня. Она перенесла 32 операции и 72 процедуры переливания крови. Мама и папа днем и ночью дежурили в больнице, не спали и не ели. Врачи говорят, то что девочка выжила это чудо. Вот это у нас такие наши. Вкусно же. Это она до ожога была очень шустрой, быстрой. Это вкусно. Характер у нее такой больше очкованный. Она лежала в больнице, даже не улыбала, не переживала. Я смотрю на нее, даже у нас такая бодрость появлялась. Потому что она говорила, что я вернусь домой. Потом ты мне купи платьишки, ты мне купи трофеньки. На сегодняшний день состояние Асии улучшилось. Дома ее опекают родители и четверо братьев. Беда заставила девочку быстро повзрослеть. Сейчас она не по годам серьезная и смышленная. Потому как она переносит все тяготы, можно с уверенностью сказать, что Асия станет сильной личностью. Вот ей нужно восстановить функции ручек. Вот они у нее не функционируют, потому что у нее контрактуры сильные. За то, что кожи нет, она все потянула у нее. Это надо восстанавливать сильно. Вот у нее зуд сильный. Кожа, вот она лопается у нее. Течет, кровоточит, это все. Сейчас девочка нуждается в поэтапном восстановлении. Каждый этап – это ряд операций. Асию осмотрел ведущий ортопед-комбустиолог страны, доцент Аркадий Шейнберг, который порекомендовал в срочном порядке начинать оперативное лечение. Отец Асии готовит все необходимые документы, чтобы отвезти дочь на операцию в Россию. Вот только стоимость этих самых операций для семьи Абдрисовых не по карману. Российские ортопедические институты мониторные в Санкт-Петербурге. Ну, там расценки они нам выставили, прайс-лист есть, сейчас мы можем показать вам. Там одна операция стоит 54 тысячи, одна койка день – 1700 российскими. Там 28 дней пребывания, один этап. Ну, и, соответственно, они там пишут еще дополнительные медицинские обследования, анализы всякие там, лечения, которые они сейчас не могут выставить непосредственно, когда выведет ребенка. Мы так просто посчитали, только по тем ценам, которые они нам выставили, с учетом проезда, почти около миллиона тенге обходится, чтобы один раз ребенка вывезти. Сообщения о помощи размещены во всех социальных сетях в интернете. Все неравнодушные, как могут, материально помогают девочке. Помощь поступает даже из США. Но пока же собранных денег не хватает, чтобы оплатить весь курс лечения. Вера в Бога и надежда на лучшее – это все, чем живут родители маленькой Асии. Вот наш двор, они всегда здесь играли. И все нас здесь знают, всех любят, бабочки, все вот в дворе. И вот давно уже все ждут, что мы пропали. Ирина Камышова, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, вы также можете помочь маленькой Асии Султановой. На экране вы видите реквизиты, куда можно перевести деньги на лечение четырехлетней девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова